на ремонте вот такой дракон отбойный молоток bosch hammer я думаю что 11 тут уже ничего не видно мне кажется 11e не реагирует не работает включаю никаких звуков может быть все что угодно но суть в том что это может быть кнопка это может быть кабель это может быть щетки это может быть сам электродвигатель будем проверять для этого для начала снимаем вот эту часть ручку тут есть винты под плоскую отвертку откручиваем снимаем и смотрим что с кнопкой и вот кнопка выключена включена и и с кабелем а дальше посмотрим так что я еще обнаружил что при включении если включать то на самом деле горит то горит лампочка сервера и что-то дымит в данной ситуации поэтому сейчас будем смотреть отключил для того чтобы разобрать нужно снимать кнопку кнопку просто поддеваем она отпадает и тут есть еще два винта которые нужно тоже открутить и добираемся пахнет поэтому все таки дело наверное в электродвигатель поэтому все что-то не очень хорошо итак после того как открутили снимаем крышку не не путаем местами резьба у винтов разная здесь болтовая здесь шурупная здесь металл здесь пластик ну и раз тут сервис загорался то значит в принципе электричество доходит доходит сюда выходит потом выходит сюда в этот блок ну и будем смотреть выходит не питание сбоку сейчас будем разбираться для того чтобы понять что с электрической частью я сейчас покажу где можно проверить значит я включил кабель в розетку здесь у нас кнопка которая вот таким образом нажимается потом после кнопки входит кнопку выход с кнопки на управление вращение ставим допустим на какую-то скорость и вот здесь я откинул два разъема которые подают питание уже на сам электродвигатель ставим на переменный ток и включаем 220 подается но как мы видели электродвигатель не крутится значит проблема в самом электродвигателе какая как вариант щетки но сомнительно потому что при включении было видно что дым идет он бы просто там рывками начал работать но я думаю что сгорел электродвигатель сейчас будем смотреть и так после того как вы вот здесь 4 винта открутили эта часть просто вытягивается и тут для того чтобы она вытягивается тут останавливается нужно снять разъем здесь один черный 1 и с этой стороны с этой красной стороны но у меня красный проводок не знаю будет у вас красный или нет два разъема и причем попытать вы все равно не сможете потому что когда теперь он выезжает здесь еще есть один контакт он только в одну сторону работает ну и что можно сказать однозначно видно что нет щеток одна щетка здесь провалилась прямо пружинка сейчас будем доставать щетки доставать их как то нужно сейчас разберусь как это возможно но щетки точно под замену потому что если вы видите вот видите даже вывалилась пружинка от щетки до и до терлась до конца и уже и вывалилась сейчас будем подбирать щетки ну что же я продолжаю мучиться с перфоратором с отбойным молотком почему мучиться причина простая не открутилась вот здесь гайка обходится не откручивается это значит что нет возможности снять вот только эту верхнюю крышку и добраться до щеток получается что когда стоит здесь в нормальном состоянии если все положить к щеткам нет возможности добраться открутить поэтому я и открутил седла для щеток для того чтобы добраться как-то до щеток буду их как-то выводить вставлять и потом как-то за заводить уже вместе потому что когда вот эти седла обставлены то она вот цепляется за за этот ободочек и не выводится чтобы вытащить щетку ну короче сложности с ним мучаюсь все из-за того что вот эти крылья они бы снялись и все к щеткам правильный доступ обходится резьба не откручивается но уже есть то что есть поэтому будем пробовать как будем пробовать значит вставляем подключаем но не закручиваем здесь винт и соответственно седло можно чуть вытащить и он туда провалится но и это это я так думаю есть у меня такие планы что будет у меня все хорошо на самом деле все не очень хорошо с этим перфоратором еще почему видно что вот здесь подгорают ламели перегреваются здесь есть проблемы с вот этими контактами одна из переходов подгорает и здесь подгорает вот здесь вот контакт перегревается одна из обмоток поэтому он то еще работает но скорее всего уже искры режет искрит скорее всего сейчас этого мы увидим но и с ним трудности кстати я сейчас могу проверить по сопротивлению так как я говорил что продолжаю мучиться значит я вставил седла для еще такие сами щетки и вот они еще не посаженные а раз они не посажены то я их смогу ну так скажем насильно туда посадить вот так единственный момент что теперь их нужно немножко так раздвинуть чуть-чуть вытащить вот так чтобы я мог вот в таком состоянии чтобы можно было посадить на место щеточный механизм и прикрутить то есть как то так немножко его хотя бы одну сторону подавать выдвинуть как то чтобы можно было прикрутить посадочное место все это не очень красиво получается но мне как то так другого нет не возникло у меня другой идеи как можно это сделать но что-то получается одну посадил теперь вторую тоже чуть чуть щетки раздвигаю высовываю щеточное место теперь как то так в таком состоянии его можно туда закрутить мне так кажется но якорь ротор уже в таком состоянии не очень хорошим с этим уже ничего не сделать посмотрим как это будет сказываться на работу в принципе скорее всего будет работать приблизительно так же как и работал греться будет греться бросать искру единственное что здесь все закрыто не видно что искра бросается так ну и вот таким образом устанавливаем на место причем здесь же в таком же состоянии холм вытащена пытаемся подключить и вот эту часть потому что здесь она немножко просвечивается и этот контакт тоже нужно насадить но предварительно конечно надо чуть чуть поджать на всякий случай чтобы садилась плотно здесь его видно плохо но оно туда потихонечку может посадиться короче сажаем вставляем сгорем пополам но я так подозреваю что я его таки посажу и будем пробовать что из этого получится ну что же я вам хочу сказать очень неудобно вскрывать и назад ставить без снятия вот этой верхней крышки только все вместе еле поставил назад но результат в принципе есть цель ремонта была в этом греться но включается обороты регулируются ну и в принципе цель ремонта была в этом как мне кажется будет конечно греться до тех пор пока не выйдет из строя не сгорит полностью ротор ну а пока собираю в обратной последовательности ставлю крышку ставлю кнопку но это уже там детали подписывайтесь на канал сможете увидеть как ремонтировать сложную электронику не используя сложных инструментов но и видите и выходить из сложных ситуаций но это не сложно самостоятельно можно это делать в каждом доме подписывайтесь на канал и всего доброго увидимся на канале в общем я вот